Разделение труда и его виды В основе экономического развития лежит творение самой природы, разделение функций между людьми, исходя из полувозрастных, физических, физиологических и других их особенностей. Механизм экономического сотрудничества предполагает, что какая-то группа или отдельный индивид сосредотачивается на выполнении строго определенного вида работ, тогда как другие занимаются иными видами деятельности. Существует несколько определений разделения труда, вот только некоторые из них. Разделение труда – это исторический процесс обособления, закрепления, видоизменения отдельных видов деятельности, который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления различных видов трудовой деятельности. Разделение труда в обществе постоянно изменяется, а сама система разнообразных видов трудовой деятельности становится все более и более сложной, поскольку усложняется и углубляется сам процесс труда. Разделением труда называется принцип организации производства в хозяйстве, согласно которому отдельный человек занимается производством отдельного блага. Благодаря действию этого принципа при ограниченном количестве ресурсов люди могут получить гораздо больше благ, чем в том случае, если каждый обеспечивал бы себя сам всем необходимым. Также различает разделение труда в широком и узком смысле. В широком смысле разделение труда – это система различных по своим признакам и одновременно взаимодействующих друг с другом видов труда, производственных функций, занятий вообще или их совокупностей, а также система общественных связей между ними. В узком смысле разделение труда – это разделение труда как человеческой деятельности в ее социальной сущности, являющейся, в отличие от специализации, исторически переходящим социальным отношением. Специализация труда – это разделение видов труда по предмету, которое непосредственно выражает прогресс производительных сил и способствует ему. Разделение труда исторически неизбежно вырастает до классового разделения. В следствии того, что члены общества стали специализироваться на производстве отдельных благ, в обществе появились профессии. Отдельные виды деятельности связаны и с производством какого-либо блага. Но разделение труда вовсе не означает, что в нашем воображаемом обществе один человек будет заниматься одним видом производства. Может оказаться так, что нескольким людям придется заняться отдельным видом производства или так, что один человек будет заниматься производством нескольких благ. Почему? Все дело в соотношении размера потребности населения в том или ином благе и производительности труда отдельной профессии. Если один рыбак может наловить за день как раз столько рыбы, чтобы хватило всем членам общества, то в этом хозяйстве и будет как раз один рыбак. Но если один охотник из упомянутого племени не может настрелять перепелок для всех и его труда будет недостаточно, чтобы удовлетворить потребности всех членов хозяйства в перепелках, то охотиться отправятся сразу несколько человек. Таким образом, степень разделенности труда зависит от размера общества. Для определенной численности населения, то есть для определенного состава и размера потребностей, существует своя оптимальная структура занятий, при которой продукта, производимого разными производителями, будет как раз хватать для всех членов, и все продукты будут производиться с минимально возможными затратами. С увеличением численности населения эта оптимальная структура занятий будет меняться. Количество производителей тех благ, которые уже производились отдельным человеком, будет увеличиваться, а те виды производства, которые раньше поручались одному человеку, будут поручаться разным людям. В истории хозяйства процесс разделения труда прошел несколько стадий, различавшихся степенью специализации отдельных членов общества на производстве того или иного блага. Разделение труда принято распределять на несколько видов, в зависимости от признаков, по которым оно осуществляется. Естественное разделение труда – процесс обособления видов трудовой деятельности по полувозрастному признаку. Данное разделение труда потому и называется естественным, что его характер проистекает из самой природы человека, из разграничений функций, которые предстоит выполнять каждому из нас в силу своих физических, интеллектуальных и духовных достоинств. Техническое разделение труда определяется природой используемых средств производства, прежде всего техники и технологии. Рассмотрим элементарный пример, иллюстрирующий развитие такого типа разделения труда. Когда человек для шития имел простую иголку с ниткой, то данный инструмент навязывал определенную систему организации труда и требовал большого числа занятых работников. Когда же на смену игле пришла швейная машинка, потребовалась иная организация труда людей, занятых этим видом деятельности. В результате они вынуждены были искать другие сферы своего труда. Здесь сама замена ручного инструмента механизмом потребовала изменений в сложившейся системе разделения труда. Следовательно, появление новых видов техники, технологий, сырья, материалов и их использование в процессе производства диктует новое разделение труда. Общественное разделение труда – естественное и техническое разделение труда, взятые в их взаимосвязи и в единстве с экономическими факторами, под воздействием которых происходит обособление, дифференциация различных видов трудовой деятельности. Понятие общественного разделения труда включает в себя естественное и техническое разделение труда в связи с тем, что любые виды деятельности не могут осуществляться вне человека и вне материально-технических средств, которые используются людьми в процессе производства. Оно определяется социально-экономическими условиями производства. Кроме того, общественное разделение труда включает в себя еще два подвида – отраслевое и территориальное. Отраслевое разделение труда предопределяется условиями производства, характером используемого сырья, технологии, техники и выпускаемого продукта. Территориальное разделение труда – это пространственное размещение различных видов трудовой деятельности. Его развитие предопределяется как различиями в природно-климатических условиях, так и факторами экономического порядка. Под географическим разделением труда мы понимаем пространственную форму общественного разделения труда. Необходимое условие географического разделения труда состоит в том, чтобы разные страны или районы работали друг для друга, чтобы результат труда перевозился из одного места в другое, чтобы был таким образом разрыв между местом производства и местом потребления. В условиях товарного общества географическое разделение труда обязательно предполагает переход продукции из хозяйства в хозяйство, то есть обмен, торговлю, но обмен является в этих условиях лишь признаком для опознания наличия географического разделения труда, но и не его сутью. Существуют три формы общественного разделения труда. Общее разделение труда характеризуется обособлением крупных родов сфер деятельности, которые отличаются друг от друга формообразованием продукта. Частное разделение труда – это процесс обособления отдельных отраслей в рамках крупных родов производства. Единичное разделение труда характеризует обособление производства отдельных составных компонентов готовых продуктов, а также выделение отдельных технологических операций. К формам проявления общественного разделения труда относятся дифференциация, специализация, универсализация и диверсификация. Дифференциация заключается в процессе обособления отдельных производств, обусловленных спецификой используемых средств производства, технологии и труда. Иными словами, это процесс расчленения общественного производства на все новые и новые виды деятельности. Например, раньше товаропроизводитель занимался не только производством каких-либо благ, но и их реализацией. Теперь он сосредоточил все свое внимание на производстве благ, тогда как их реализацией занимается другой совершенно независимый хозяйственный субъект. Таким образом, единая хозяйственная деятельность дифференцировалась на две ее разновидности, каждая из которых функционально уже существовала внутри этого единства. Специализация имеет в своей основе дифференциацию, но развивается она уже на основе сосредоточения усилий на узком круге выпускаемых продуктов. Специализация как бы закрепляет и углубляет процесс дифференцирования. В приведенном ранее примере произошло отделение производства от реализации. Предположим, товаропроизводитель выпускал различные виды мебели, но в дальнейшем решил сконцентрировать усилия на выпуске только спальных гарнитур. Товаропроизводитель не отказался от выпуска мебели, но реорганизовал производство на основе замены универсальных орудий труда на специализированные. Рабочая сила также отбирается с учетом преимущества опыта и знаний в данной специальной области деятельности. Конечно, здесь много условностей и переходных состояний, но различать эти два понятия – дифференциацию и специализацию – все-таки надо. Универсализация представляет собой антипод специализации. Она базируется на выпуске и реализации широкой гаммы товаров и услуг. Примером может служить производство всех типов и видов мебели и даже выпуск кухонной утвари. Аналогом такого производства в торговле может служить универсальный магазин. Диверсификация – это расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Это достигается двумя путями. Первый – рыночная диверсификация. Для нее характерно расширение гаммы выпускаемых товаров, которые уже производятся другими предприятиями. Второй путь – производственная диверсификация, которая непосредственно связана с научно-техническим прогрессом, с появлением качественно новых товаров и технологий. В рамках производственной диверсификации следует различать технологическую, подетальную и продуктовую диверсификацию.